В правительстве области обсудили ход реализации нацпроектов в сфере образования и экологии. Пока не грянул гром, жители дачных участков в пригороде Воронежа вынуждены добираться до своих домов с риском для жизни. Просто стояли и молчали. В центре Воронежа прошел митинг из-за повышения пособий по уходу за детьми-инвалидами. Цирк уехал, а доброта остается. Администрация Воронежского цирка пригласила детей-инвалидов на заключительное представление шоу «Слонок». На территории области установилось высокое атмосферное давление. Можно ли от него спастись? Эти и другие новости в программе «Воронеж. События. Факты» на 41-м телеканале в студии Антона Саичкин. Здравствуйте. К событиям в регионе мы вернемся после краткого обзора основных новостей в России и мире. Все самое заметное за 180 секунд. Международные новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел 2 декабря срочную встречу с правительством в связи с продолжающимися уже третью неделю протестами против повышения цен на топливо. Участники совещания обсудили возможность введения чрезвычайного положения в стране. Ситуация во Франции резко обострилась в субботу, когда возобновились демонстрации желтых жилетов в ряде французских городов. Центром протестов стал Париж. На Елисейских полях полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки, а протестующие в масках швыряли камни и поджигали здания. Нападению вандалов подверглась триумфальная арка, которая была исписана призывами отправить президента в отставку и лозунгами о победе протестного движения, пишет Ведомости. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились не вводить новых взаимных торговых пошлин после 1 января следующего года. В Белом доме заявили, что США приостановят на 90 дней решение повысить пошлины с 10 до 25%, а Китай в ответ закупит значительный объем американской сельскохозяйственной, энергетической и промышленной продукции. Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились об этом на саммите G20 в Аргентине. США и Китай в последние месяцы находятся в состоянии экономического конфликта. Страны ввели взаимные пошлины на ввозимые товары. Новости ближнего зарубежья. Тысяча сторонников Григола Вашадзе, кандидат в президенты Грузии от оппозиционного альянса «Сила в единстве», собрались в воскресенье в центре Тбилиси, чтобы выразить свое несогласие с итогами выборов. По скайпу к собравшимся обратился экс-президент Михаил Саакашвили, правление которого Вашадзе был министром иностранных дел и назвал выборы сфальсифицированными. По данным ЦИК, во втором туре президентских выборов победу одержала Саламезу Рубишвили, получив почти 60% голосов избирателей. Она баллотировалась как независимый кандидат, но заручилась поддержкой от правящей партии «Грузинская мечта». Международные наблюдатели из миссии ОБСЕ не поставили под сомнение результаты подсчета голосов, передает Евроньюз. Российские новости. 2 декабря Архангельскую область захлестнула волна антимусорных митингов. Жители десятка сельских поселений и городов вышли на акции протеста против завоза отходов из Москвы. Самые крупные митинги в Архангельске и Северодвинске собрали по оценке коммерсанта около 3000 человек каждый. Выразить недовольство жители области вышли целыми семьями. Митингующие требовали отставку губернатора области и выступали против превращения региона в помойку. Министр Максим Топилин пообещал, что медицинское свидетельство не станет более комфортным. Лечебные организации будут передавать документы в бюро медико-социальной экспертизы напрямую, без участия граждан. Об этом глава Минтруда рассказал в интервью агентству ТАСС. По словам министра труда, сейчас ведомство стремится перевести все взаимодействия между учреждениями в электронную форму. Переход займет до двух лет. Тогда инвалиду не придется обращаться в бюро МЭС или поликлинику по нескольку раз. К происшествиям в регионе волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» совместно с полицией ищут 16-летнюю Яну Карпову. О местонахождении девушки ничего не известно с пятницы 30 ноября. Рост Яны около 180 сантиметров, плотного телосложения, у нее темно-каштановые волосы, голубые глаза. Была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы и ботинки. Если вам что-либо известно о местонахождении Яны Карповой, сообщите по указанным телефонам или в полицию по номеру 02. Новости региона. Росздравнадзор озвучил предварительные результаты проверки действий врачей в Воронежской больнице, где случился скандал из-за ампутации на около 89-летней старушки. Нарушений в действиях врачей не выявлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя территориального органа ведомства Александра Шлыкова. Ранее наш телеканал рассказывал, что сыновья пожилой женщины придерживаются диаметрально противоположных мнений относительно действий воронежских эскулапов. Так, младший сын Андрей Дронов обратился в Следственный комитет, посчитав ампутацию одной из ног ошибочной. Следователи возбудили дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сама пожилая пациентка тихо скончалась в больнице 20 ноября. Образование и экология. Эти две темы стали ключевыми на еженедельном оперативном совещании у губернатора Воронежской области. За ходом обсуждения региональной составляющей национальных проектов наблюдала наша съемочная группа. Губернатор Воронежской области Александр Гусев представил коллегам на еженедельном оперативном совещании нового заместителя председателя правительства региона. Им стал Сергей Чистикин, который в последнее время занимал должность руководителя администрации города Нового Воронежа. «На самостоятельной работе, уже будучи главой Нового Воронежа, Сергей Александрович показал, что может справляться с задачами любого уровня сложности и любого объема. Поэтому надеюсь, что, Сергей Александрович, у вас все получится. Коллеги на первом этапе прошу оказать необходимую поддержку». Руководитель Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Масолов сообщил о подготовке региональной составляющей национального проекта образования. В рамках ее реализации в области появятся новые центры дополнительного образования, школы пополнятся современным оборудованием, на другой уровень перейдет ранняя профессиональная ориентация. «Целевой аудиторией проекта являются практически все слои населения, от дошкольников заканчивая работающими гражданами. В рамках реализации предполагается применение технологии коробочного решения, когда готовый и законченный продукт будет масштабирован по всем системам и будет доступен всем участникам образовательного процесса». Реализация проекта также предусматривает строительство новых школ и детских садов, их капитальный ремонт. Более 1 миллиарда 250 миллионов рублей составит федеральное финансирование нацпроекта образования, а с учетом дополнительных источников сумма превысит 2 миллиарда рублей. «Программа на самом деле масштабная, и все, что связано со строительством, и все, что связано с ремонтом. Я на что хочу обратить внимание, поскольку не только проектная документация, связанная со строительством, но и с капитальным ремонтом должна проходить процедура экспертизы. Это занимает и время, и, соответственно, корректировки какие-то могут возникать. Я прошу как можно быстрее с документацией готовиться и ее отдавать на экспертизу». Алексей Корякин, руководитель Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, проинформировал о том, что нацпроект «Экология» будет профинансирован в Воронежской области на сумму более 5,5 миллиардов рублей. Речь идет об осуществлении ряда региональных составляющих на период до 2024 года. Средства будут направлены на обеспечение жителей питьевой водой и улучшение ее качества. Около 3 миллиардов рублей будет потрачено на эти цели. Также предстоит частично очистить русло рек Икорец и Воронеж. В регионе появятся и 16 мусороперерабатывающих площадок, устраня целый ряд несанкционированных свалок, в том числе в черте города Воронежа. «Здесь надо разделять именно несанкционерные свалки, которые функционируют уже годами, и объем которых достаточно значительный, и стихийно возникающие свалки, которые у нас ликвидируются достаточно оперативно, в большей своей части. Если говорить о местах накопленного экологического ущерба, как он называется, несанкционированной свалки, то их действительно сейчас в нашем реестре крупных – это площадь, которых превышает больше двух гектар, и которая находится в пределах населенных пунктов. Это такие два требования, которые предъявляются к объектам, включенным в программу. Мы определили 25». В контексте обсуждения экологической программы Александр Гусев сделал акцент на увеличение эффективности сортировки ТКО. И, в частности, хотя бы об отделении пищевых отходов. «У нас есть еще одно требование, о котором сейчас пока мало говорят. Это поэтапный запрет на захоронение отходов. Уже с 1 января 2018 года запрещается захоранивать металлолом, ну и, соответственно, отдельные элементы, связанные с светодиодными лампами, лимбинесцентными лампами. С 1 января 2019 года уже нельзя будет захоранивать картон, автомобильные шины и еще ряд других. И с каждым годом эти требования будут ужесточаться». Кроме того, впервые Воронежская область получит значимые средства, которые направят на осуществление программы сохранения лесов. В общей сложности 756 миллионов. И впервые часть средств пойдет на приобретение специальной техники для лесного хозяйства области. В целом мероприятие по программе позволит два раза увеличить восстановление лесов в регионе. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41 канал. В редакцию 41 канала обратились жители нескольких садоводческих товариществ, расположенных на левом берегу Воронежа. Люди жалуются на плохую работу общественного транспорта и расширение Буденновского кладбища. В зимнее время дачники остаются жить на своих участках. Для многих из них нехитрые хибары – единственное жилье. Например, только в садоводческом товариществе «Вега-88» постоянно проживают более 200 семей. В дачных проблемах разбиралась Олеся Лисюк. 122 маршрут ходит до Буденновского кладбища один раз в 60 минут и только с 9 до 13 часов. В остальное время этот маршрут заканчивается на остановке «Тополя-1». Отсюда людям приходится идти до дома пешком, а это как минимум 3 километра. Особенно нелегко приходится школьникам и пенсионерам. У нас очень много школьников здесь, очень много. И также приходится видеть, что дети идут вечерами, после обеда, со школ пешком. Старики же вынуждены преодолевать эту дистанцию с тяжелыми сумками наперевес. Очень многие садоводы у нас живут. На даче круглогод, круглый год детки ходят в школу. А зимний период времени, конечно, проблема с транспортом, я думаю, должна быть решена. Потому что время работы с 9 утра до часу дня не устраивает людей, особенно тех, которые имеют детей, тех людей, которые работают на производствах. Потому что если еще утром можно добраться до места учебы и работы, то потом по окончании работы и учебы возвратиться домой проблематично. Редким маршруткам есть альтернатива – электричка. Однако она тоже незавидная. Людям приходится добираться от станции до своих жилищ на своих двоих, те же 3 километра. В таком темпе живет около половины собственников шести садоводческих товариществ. Росинка, керамика, вега-88, березка, сосна и дружба. Многие девочки, мамы, они готовы работать, ездить в город на работу, но они не могут ехать на работу, потому что они должны сидеть с детьми. Это вот у нас дальше идет росинка, керамика. Я вам скажу так, значит, в росинке три семьи, где мама сидит дома. Из-за того, что маленькие дети, не такие уж маленькие, они уже в школу, она их двоих отвозит, а с маленьким ребенком дома сидит. Хотя она может его отвезти в детский садик. Но транспорт у нас как бы не позволяет. В пресс-службе мэрии нам сообщили, что пока продление 122 маршрута не планируется. Общественный транспорт может ходить только в светлое время суток. Из-за плохой дороги и отсутствия освещения на данном участке. Еще одна проблема, волнующая дачников, это расширение границ кладбища. Люди опасаются, что в скором времени оградки будут упираться в их огороды. Еще и кладбище расширить, под забор к нам, это, конечно, нас не устраивает. Понимание того, что это кладбище находится здесь, неподалеку с нами, как-то неприятно. Раньше мы ходили в лес за грибами, сейчас мы этой возможности лишены. В Воронежском похоронном бюро нас заверили, что расширение границ кладбища пока не планируется. В 2014 году рядом с Буденовским открыли Березовское кладбище. Новые захоронения умерших горожан осуществляются там. Олеся Алисюк, Дмитрий Хлебный, 41 канал. В Воронеже 3 декабря во Всемирный день инвалидов митинговали родители детей с ограниченными возможностями. Они требовали от государства повысить пособие по уходу за детьми-инвалидами. Подобные митинги прошли одновременно в 17 российских городах. На акции протеста побывала съемочная группа 41 канала. На митинге горожане требовали у правительства поднять пособие по уходу за инвалидами. Сейчас за заботу о взрослом инвалиде государство платит 1200 рублей в месяц, а за заботу о ребенке – 5,5 тысяч рублей. В январе 2018 года Светланой Шторковой из Москвы была создана петиция о поднятии пособия лицам, осуществляющим уход. Во Всемирный день инвалидов подобные митинги прошли в 17 крупных городах России. Я решилась организовать именно митинг в городе Воронеже, потому что город у нас большой, лиц осуществляющих за детьми-инвалидами, по крайней мере, к которой категории я отношусь, я знаю очень многих. И я собрала, все откликнулись, все массово вышли. Государство в качестве компенсации по уходу за инвалидами выплачивает ухаживающему мизерное пособие. Мы хотим быть услышанными и надеемся, что нам поднимется это пособие, поскольку очень сложно воспитывать ребенка. Мы такие же люди, мы также хотим рассчитывать на медицинские услуги и многое другое. 5,5 тысяч рублей с этих денег нам приходится и платить за квартиру, у кого-то ипотеки и так далее и тому подобное. Мы очень хотим быть услышанными. В отношении здравоохранения есть, бывают такие моменты, когда нас просто, нами просто пренебрегают, нас выставляют из кабинетов, ну и так далее. То есть мы мешаем людям как бы жить своим присутствием. Ну да, сталкиваемся так. Нас терпят, ну а что делать? Мы есть. Владимир пришел на митинг со своей семьей. Его сын страдает тяжелым психическим заболеванием. Однако супруги Насоновы не теряют надежды на лучшее. У нас ребенок тяжелый, в чем, в каком плане. Он так-то ходит, резвый, да. Но у него отклонения и психические отклонения. И он в туалет не просится, он не жует. Мы ему все проталкиваем с собой, все берем везде, потому что ну ничего, невозможно ничего купить ему, но он не жует. Здоровым людям трудно себе представить, каково живется тем, кого природа или злой рок обделили здоровьем. А ведь каждый седьмой живущий сегодня на планете человек является таковым. Я не за себя попросил, я попросил бы за всех детей, конечно, что надо уделять побольше внимания инвалидам. Мы не виноваты, мы родители, мы не виноваты, что он такой родился. Мы же не виноваты. Это вот что-то сверху, вот нам послали такое. Мы таким должны, мы не можем же его назад засунуть. Даже если эта попытка проведения митинга в Воронеже не увенчается успехом, организаторы обещают не останавливаться на достигнутом. Люди продолжат бороться за свои права. Вероника Ельцова, Игорь Наумов, 41 канал. К сожалению, люди с инвалидностью – одни из самых незащищенных и бедных слоев населения в нашей стране. В преддверии Всемирного дня инвалидов руководство Воронежского цирка решило поддержать детей с ограниченными возможностями и подарило им добрые билеты на заключительное представление шоу «Слонов». Подробности в сюжете наших корреспондентов. Всемирный день инвалидов был учрежден по инициативе Организации Объединенных Наций для привлечения внимания к проблемам людей с инвалидностью. Только в нашей области насчитывается около 220 тысяч инвалидов. Воронежский цирк подарил добрые билеты юным воспитанникам «Паруса Надежда» и «Кристалла». Конечно, каждому из нас хочется подарить детям в этот день какую-то частицу свою добра, любви, соучастия, потому что эта группа наиболее нуждается в нашем понимании, в нашем добром отношении. И я всем желаю, чтобы этим детям сегодня наша цирковая, надеюсь, программа «Цирковая» всем понравится. Они будут в сопровождении родителей. Мурас и Олеся в цирке не первый раз. По традиции раз в год они получают подарочный билет. Признаются, слонов видели только по телевизору. Интересно, весело, как у всех вам интересно. Обсмотреться тоже. Когда удаётся, мне очень интересно попадать. Интересно посмотреть концерты. Для Олеси такой день, как сегодня, большой праздник. Девушка любит посещать развлекательные мероприятия. Ещё она совмещает учёбу в «Парусе Надежды» и дистанционно получает знания в университете. Дистанционно, в принципе, там несложно. Это через компьютер, и я подстраиваю, как мне удобно. А в дальнейшем как собираешься? А в дальнейшем, ну, может, куда-то устроить, работать. Клоун Бо встречает особо гостей цирка прямо в холле. На лице у ребят улыбка. Добрый весельчак угостил конфеты. Это очень нужно и в плане социальной адаптации, развития, также общения. Это очень интересно и полезно для наших детей. Положительные эмоции от похода в цирк дети запоминают надолго. Мы рады, конечно, посещать такое, потому что это мы редко выходим. Но для нас это праздник. Если куда-то посетить, получаем впечатление. Интересно нам всё это. С радостью ходим. Потом долго обсуждаем, всем рассказываем. Сами мы бы не смогли бы купить билет, потому что по финансам очень тяжело. А так спасибо большое. Очень нужна поддержка. Самим очень тяжело куда-то выбраться. А вот приятно, когда внимание с другой стороны. И не замыкаешься в свои проблемы. И очень приятно, когда кто-то ещё за тебя беспокоится и оказывает помощь. Сейчас для инвалидов в регионе постепенно создаётся безбарьерная среда. И результаты уже есть. Но всё же родители признались, добраться куда-то общественным транспортом для колясочников крайне сложно. А инвалидам хотелось бы участвовать в общественной жизни наравне с обычными людьми. Быть может, тогда их здоровье станет хоть чуточку крепче. Олеся Лисюк, Дмитрий Хлебный, 41 канал. На территории Воронежской области установилось высокое атмосферное давление. Можно ли от него спастись? Чтобы найти ответ на этот вопрос, журналисты 41 канала отправились в Воронежскую областную больницу, где пообщались с ведущими кардиологами. С начала ноября на территории региона установилось высокое атмосферное давление, которое является большой проблемой для метеозависимых людей. Из-за этого в регионе резко выросло количество обращений в поликлиники и больницы. Да и печальная статистика. Смертность выросла в результате сердечно-сосудистых заболеваний. Резкое повышение давления и организм у нас постепенно приспосабливается. Вот когда жили-жили при одном давлении, вдруг резко оно меняется, то организм вот именно болезненно реагирует вот на это изменение, а не на само давление. Речь идет о гипертониках. Сама болезнь носит хронический характер и страдает ей около 80% взрослого населения. Журналистам 41 канала удалось пообщаться с заведующим кардиологического отделения областной больницы. Гипертоническая болезнь, как хроническое заболевание, оно лечится безусловно амбулаторно. То есть в стационаре гипертоническую болезнь лечить не имеет никакого смысла, потому что там вопрос стоит в системности приема медикаментов. Это в основном таблетки, безусловно, таблетки пролонгированного действия. И в динамическом наблюдении. То есть человек принимает какой-то там набор медикаментов соответствующих и дальше наблюдается терапевтом или кардиологом. Гипертония знакома и жителям Западной Европы. Только они относятся к своему здоровью более серьезно. Игнорирование заболеваний может привести к летальному исходу. Под осложнение гипертонической болезни попадают у нас инфаркт миокарда, и инсульт, ишемический, геморрагический инсульт, расслабивающие аневризмы, аорты, разнообразные гипертрофические кардиомиопатии, диссекции аорты. Сюда же попадают отчасти тромбоэмболии, и острые, инициированные увеличением объема левого желудочка, разнообразные жизнеопасные аритмии. Вот это как раз основные причины, вот их там перечислил 7 штук, которые определяют достаточно высокую летальность. Особенно богат на сосудистые катастрофы осенне-весенний период. Сегодня стало больше умирать людей трудоспособного населения. Поэтому очень важно, насколько качественно и детально проходит лечение. Я только пью лекарства, которые назначают мне именно врач. Потому что только по медицине, а народными средствами я не пользуюсь. Я метеозависимый человек, потому что когда перепады давления, я это ощущаю на себе конкретно. Кофейку выпила вчера, когда низкое давление. Потом таблеточку выпила. У меня как вот это начинается, и давление то снижается, то повышается. Ну, в общем, мучаюсь. Каждый из нас должен понимать, что здоровье – это безвозвратная собственность. Если сам человек не следит за своим самочувствием, то никто другой за него этого делать не будет. Тем более, что в ближайшее время стабильного атмосферного давления ожидать не стоит. Яна Дмитриева, Андрей Куцев, 41 канал. А сейчас прогноз погоды в Воронеже и Воронежской области. Во вторник, 4 декабря, на всей территории региона ожидается небольшой снег. За исключением Богучара и Павловска, где синоптики обещают дождь со снегом и 3 градуса мороза. Также минус 3 и небольшой снег в Росоши. 4 градуса ниже нуля в Боброве, Бутрулиновке и Острогорске. На 1 градус холоднее в Борисоглебске, Лисках. Минус 6 в Рамоне, Синевуках и Хохле. Холоднее всего будет в Нижнедивицке. Во вторник в Воронеже минус 5 и небольшой снег. Подует южный ветер скоростью 3,5 метра в секунду. В утренние часы ожидается слабая геомагнитная буря, а в остальное время – небольшие возмущения. В этот день Православная Церковь празднует Великий 20-й праздник – введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из 12 великих церковных праздников в году, не считая Пасхи, который длится 5 дней. Русский народ ассоциировал этот день не столько с Богородицей, сколько с началом настоящей зимы. Верили, что 4 декабря по улицам проезжает сама зима в белоснежной шубе на тройке лошадей. Своим дыханием она морозит воздух, рисует снежные узоры на окнах. Мороз и солнце в этот день считались добрым знаком. Это означало хорошее урожай хлеба следующим летом. С этого дня начинались зимние торги, введенские ярмарки. Главным товаром на них традиционно были сани. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» на телеканале «Вместе» в 7.00 ровно в полдень, в 19.30 и в 20.30 по московскому времени, а также на нашем канале в интернете. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире 41-го телеканала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова